Я рада вас приветствовать на моём канале. 3 июня, 21 мая по старому стилю, отмечается народный праздник Константин-Огуречник, Еленин день, Константин и Елена, Елена-Леносейка. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают равноапостольных царя и святителя Константина и его мать Елену. В народе, по традиции народного календаря, отмечают день Елены-Леносейки, получившие такое название потому, что 3 июня крестьяне обычно съели лен. Сегодня по церковному календарю день святой Елены. Также её называют Аленой, так как в оригинале имя было похоже на оба этих имени – Олена. А ещё сегодня почитают святого Константина. Сама же Елена прославилась тем, что одна из первых приняла христианство и хранила у себя различные христовые реликвии – Животворящий крест, Господин гроб и другие. Народные приметы на 3 июня помогают обратиться к покровительнице этого дня и попросить у неё лучшей судьбы для женщин. Сегодня женщина начинает свой день с молитвы при святой Елене. У неё можно попросить хорошей судьбы, замужества, любящего мужа, гармонии в браке и детишек. Считается, что сегодня нельзя заплетать волосы в косы, а то судьба будет запутанной. Поэтому, чтобы умилостивить Елену, нужно весь день ходить с распущенными волосами. Также в этот день все жёны могут обратиться к Елене с особой просьбой, чтобы она сделала семью крепкой, брак счастливым, а муж, чтобы больше зарабатывал и любил свою супругу верно и нежно. Для этого нужно набрать родниковой воды и на ней прошептать просьбу к Елене. Мол, святая Елена, к тебе обращаюсь и прошу тебя. И дальше ваша просьба. Но ничего, кроме семейного счастья, просить нельзя. А то Елена может рассердиться и судьбу женскую запутать. Читают в этот день заговор, чтобы с мужем помириться и больше не ссориться. Читают на полотенце мужа, которым он потом должен вытереться. Слова заговора такие. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Господь Еву делал из Адама ребра, и она за ним из Божьего рая пошла. Век они жили, хлеб в воду, постель делили, друг от друга не отставали, друг без друга жизни не знали. Так бы мы с рабом Божьим век по веку жили, хлеб в воду, постель делили. Друг от друга не отставали, друг без друга жизни не знали. Во имя Отца, Сына, Святого Духа, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Сегодня женщины искали старый лопоток и волокли его на огород ногой. После кидали на огорячную грядку и приговаривали такие слова заговора. Как лапоть этот заплетался, так пусть и мои огурчики плетутся. Затем уходили не оглядываясь. Лапоть не убирали до тех пор, пока плодоносят огурцы. 3 июня в Оленин день обычно занимались посевом льна. Но если по какой-либо причине это было невозможно, например, стояла дождливая погода, то хозяин все равно шел в поле и бросал в землю хотя бы горсточку семян. Иначе, по примете, не уродит лен. Существовала в народе интересная традиция обманывать лен. Женщины во время посева раздевались догола, чтобы лен посмотрел на них, бедных и нагих, сжалился и одарил их в этом году богатым урожаем. Накануне Дня Елены было принято собираться всей общиной и приносить за собой по паре печеных яиц, которых клали вместе с семенами в мешок. Потом сеятель, им должен был быть один из самых высоких в деревне, старался его как можно выше подкинуть. Бытовало поверье в народе, если сильно ввысь взлетит, то на такую длину и лен вытянется. Перед тем, как приступать к сеянию, надо было обязательно прямо в поле позавтракать чем-то белым. Яйца, творог, молоко, брынца или рисовая каша. Оставшуюся яичную скорлупу относили домой, чтобы растолочь и добавить в корм курам. Кроме льна, 3 июня еще сели гречиху, ячмень и позднюю пшеницу, так как Елена считалась покровительницей сельского хозяйства, а значит, все посаженное в ее день будет расти крепким и здоровым. Девушки в этот день не плели косы, чтобы они росли как можно длиннее. Также проводили с этой целью обряд, заговаривая особенным заговором. Проводили такой ритуал на рост девичьих волос. 3 июня под вечер девицы с распущенными волосами подходили к перекрестку трех дорог и начинали плести и трепать мнимый лен, как будто пытались выпить серебряное семя из него. А после приговаривали такие слова. Как лен длин да силен, так и моя коса будет длина да сильна. Расти до пояса, крепка и густа. Аминь. И при этом делали вид, что сучат кудель. Если дождь на Елену идет, значит осень будет ненастной. Какая погода на Елену, дождь или град, то такая же погода будет и 3 декабря. Приметы на 3 июня говорят, если девица или женщина сегодня косу заплетет, волосы завяжет, то она так себе судьбу запутает и перетянет. Кто из женщин Елену о семейном счастье попросит, тот его и получит. Наши предки верили в приметы и внимательно относились к поверьям, поэтому знали, что нельзя делать 3 июня в день Елены Леносейки, а что, напротив, нужно обязательно сделать, чтобы избежать неприятностей и привлечь в жизнь счастье и удачу. Так 3 июня женщинам нельзя надевать много одежды, иначе тепло так и не придет, и все лето пройдет в дождях и в холоде. Наши прабабки и вовсе на Елену Леносейку догола раздевались во время посева льна, который обычно проводили 3 июня, чтобы обмануть его. Верили, как только Лен увидит, что у бабы рубахи нет, начнет колоситься, чтобы было из чего одежду пошить. Нельзя 3 июня заплетать косы, иначе волосы станут тусклыми и ломкими. В день Елены надо их хорошо расчесать и распустить. Тогда они станут такими же, как и стебли льна, длинными и густыми. Незамужним девушкам 3 июня после захода солнца нельзя дома сидеть. Им нужно собраться у трех дорог и ждать, когда парень пройдет. Наши предки верили, что именно он и станет суженным одной из девушек. Нельзя в день Елены выбрасывать скорлупу из вареного, съеденного утром яйца. Скорлупу в этот день надо собрать, мелко измельчить и посыпать по углам дома, чтобы в нем всегда были мир и взаимопонимание. Если же есть курятник, то часть этой скорлупы нужно подсыпать в еду птицам, чтобы они хорошо неслись. Нельзя в день Елены вытирать лампы от пыли. Считается, что если ослушаться запрета, впереди будет ждать неприятный период, полный обманов и разочарований. Нельзя 3 июня носить вещи темного цвета. По примете возникнут сложности в отношениях со второй половинкой, ссоры, измены, конфликты и разногласия. Лучше в этот день надеть светлую одежду. Тогда появится возможность помириться даже поссорившимся партнерам. 3 июня приметы запрещают поднимать найденные на земле сережки. На них может быть наведена порча, на болезнь, которая тут же перейдет на человека, нашедшего и поднявшего украшения. Если 3 июня обильно цветет рябина, примета, что уродит илен. Если в этот день дождит, а после на небе гроза, в осеннее время будут частые дожди и сильные ветры. Если кузнечики срекочут вечером, примета к хорошей погоде. Звонкий гром на Елену обещает ливень. Тихий немного польет дождик и быстро кончится. Град 3 июня сулит снегопад 3 декабря. Считается, что рожденные сегодня имеют золотые руки. Они прекрасные рукодельницы и знатные мастера. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok